Впервые в истории рязанского тэквондо оба рязанских спортсмена, отобравшихся на финал спартакиады, завоевали медали. А Дарья Замятина – единственная девушка из Рязани, вышедшая в финал девятой летней спартакиады по тэквондо в весовой категории до 68 килограммов. Победы пришли на протяжении года, давали соревнования колоссальный опыт, который проходили на протяжении года. Это такие соревнования, как Кубок Рязанского Кремля. Там мы заняли первое место, такие как соревнования ФО, тоже первое место. Тем самым отобрались на финал спартакиады. Сейчас спортсменка готовится к международному турниру Russian Open, который состоится этой осенью. Надеются, что в этот раз ей удастся завоевать золотую медаль. В следующий раз получится точно. Если начнем работать, конечно, на протяжении следующих лет будем работать. И, надеюсь, в следующем году будет первым. Бронзовую медаль на девятой летней спартакиаде учащихся России по тэквондо удалось завоевать Илье Юшкину в весовой категории до 51 килограмма. Надо отметить, чтобы попасть на спартакиаду, спортсмену пришлось выиграть пять боев на родной земле. Вополнение, конечно, было. Все-таки, ну, такие крупные, важные соревнования. У меня была очень сильная поддержка со стороны родителей. Также огромное спасибо тренерам. Они тоже поддерживали. Друзья тоже поддерживали. И это как бы придавало уверенности и вот мотивировало то, что надо вот собраться и выиграть. Тэквондо на самом деле в Рязанской области развита на очень достаточно высоком уровне, скажем так, не побоюсь этого слова. К тому подтверждение всевозможные выигрышные соревнования. Призеры у нас и чемпионы есть, и российских, и международных стартов есть. И также наш спортсмен, один из-за лучших спортсменов, Канаев Андрей, уже участвует в олимпийской гонке, набирает свои первые баллы, которые в дальнейшем ему позволят участвовать на олимпийских играх. Мы поздравляем рязанских спортсменов и желаем им удачи в предстоящем международном турнире Russian Open. Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».